Добрый вечер! На канале Буктовая большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самая важность того, о чем мы и рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Работа городского транспорта на повестке дня. Соблюдают ли требования перевозки пассажиров водители маршрутных такси? Разбиралась Мирослава Коваленко. Проект по модернизации очистных сооружений на финишной прямой. Что уже сделано и каковы перспективы? Что в имени тебе моем? Татьяны города Брест там такие разные, такие творческие. Рассказали о себе и своей судьбе. Об этом и многом другом смотрите прямо сейчас. Каждый день брещане ездят на работу в общественном транспорте и у каждого второго возникает вопрос, успею ли я сегодня по делам? Специалисты Брестгортранса уверены, такие мысли не должны беспокоить горожан, потому регулярно проводят мониторинг работы автобусов, троллейбусов и маршруток. Накануне сотрудники госавтоинспекции совместно с транспортной инспекцией провели рейд, объектом внимания которого стали маршрутные такси. Соблюдают ли водители правила перевозки пассажиров, знает Мирослава Коваленко. В Бресте три вида транспортных средств – автобусы, троллейбусы и маршрутки. В час пик нужно очень постараться, чтобы влезть хотя бы в один из них. В зимний период времени эти часы приходятся на темное время суток, потому водители маршруток берут пассажиров стоя, надеясь на удачу не попасться в поле зрения транспортной инспекции. Но везет далеко не всем. Сотрудники госавтоинспекции считают водителей маршрутных такси одними из самых злостных нарушителей правил дорожного движения. За 2019 год было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с их участием. В результате два человека погибли, 33 получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности были привлечены около 1100 водителей в Брестской области, из них 480 – в городе Бресте. Основными нарушениями водителей маршрутного транспорта являются перевозка пассажиров сверх установленной нормы, также выезд на запрещающий сигнал светофоров, проезд перекрестков, но и зачастую водители также могут разговаривать по мобильному телефону, кроме этого не пристегнувшись ремнем безопасности. Перевозка людей сверх нормы – наиболее часто фиксируемое нарушение в часы пик. Причин этому много – желание водителей маршрутных такси заработать, а также спешка самих пассажиров, которые согласны ехать даже стоя, рискуя здоровьем. Кстати, штраф за такое нарушение предстоит выплатить водителю, а не пассажиру. Да и карается регулярное несоблюдение правил дорожного движения не только рублем. Если у какого-то перевозчика много нарушений, вызывается на комиссию по безопасности движения в Брест-Гор-Транс, на которую приглашаются представители Брестского горесполкома, представители транспортной инспекции, сотрудники ГАИ, и выносятся и официальные предупреждения, устные предупреждения, после чего мы можем выносить вопрос о расторжении договора с перевозчиками. Маршрутная сеть города сегодня широко развита. На ее долю выпадает около 17% от общего объема перевозок. На 19 маршрутах экспрессного сообщения ежедневно работает 320 единиц подвижного состава. В этой сфере задействовано 60 юридических лиц и более 130 индивидуальных предпринимателей. Кроме того, перевозки пассажиров осуществляют автобусы и троллейбусы. Порядка 500 единиц ежедневно выходят на линии областного центра. И у каждого свой маршрут, свой график движения. Есть и часы пик, когда количество пассажиров несоизмеримо с вместимостью транспортного средства. Особенно ярко это наблюдается в спальных районах города. Это выезды из спальных районов. В данный момент мы находимся на улице Махновича. Это юго-западный микрорайон, Вулька, Южный. В основном это спальные районы. И с этих районов большинство жителей добираются на работу в утреннее время. Поэтому эти районы имеют проблему того, что здесь больше всего перегрузок бывает. Для избежания таких ситуаций Гортранс регулярно проводит мониторинг работы общественного транспорта. Его специалисты следят за работой автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в режиме онлайн. Интервал между маршрутками сегодня соблюдается. Понятно, что в часы пик он должен быть меньше. Но тут возникает другая проблема. На данный момент у нас тоже не хватает транспортных средств для того, чтобы сделать еще меньше интервалов. Будем проводить мониторинг, будем изучать. Возможно, в эти часы нужно будет интервал еще делать меньше. А пока пассажирам следует лишний раз подумать, проезжая стоя в маршрутном такси. Стоит ли это спешка своего здоровья и проблем водителя с сотрудниками госавтоинспекции. Мирослава Коваленко, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ. В Бресте завершается реализация уникального экологического проекта по реконструкции очистных сооружений. Строительные работы закончены. Обновленный комплекс поможет сделать город чище и избавит от неприятного запаха. Напомним, заказчиком объекта является предприятие Брест-водоканала, а генеральным подрядчиком – чешская фирма Метростав. Реконструкция очистных сооружений и канализации Бреста – проект международный. Финансовая поддержка осуществлялась за счет кредитных и грантовых средств международных банков и финансовых фондов. О том, для чего городу была необходима такая масштабная реанимация, которая длилась почти три года, расскажем в следующем материале выпуска. Ежедневно сюда поступает до 80 тысяч метров кубических воды. В период дождей еще больше. Станции очищают сточные воды Бреста, а функционируют уже полвека. За это время, конечно, изменилось многое. Концентрация загрязнений стали другими и требования к окружающей среде. Город вырос в разы. Конструкции сооружений и их техническое оснащение давно износились. Реконструкция, которая длилась на протяжении почти трех лет, позволила модернизировать всю технологическую цепочку. В 2017 году началась масштабная реконструкция, в ходе которой была построена новая приемная камера. Здание решеток с полной заменой оборудования. Были накрыты первичные отстойники, чего раньше не было. Произведена замена оборудования в насосных станциях. Построен еще один дополнительный аэротэнк пятой очереди и два вторичных отстойника. Здесь собирается весь поток бытовых отходов в Брест. Там далее механическая очистка. Благодаря специальным решеткам мусор проходит через фильтр. Вода попадает в песколовку, там удаляется песок. После накопившийся осадок. Вода насыщается кислородом в аэротэнках, их, к слову, восемь. А чтобы и весь этот процесс проходил без сбоев, на станции работает диспетчерская. Все оборудование, которое установлено на очистных сооружениях, схематически отображено на больших экранах мониторов. То есть, следить за режимом работы станции можно, не выходя из рабочего кабинета. Если учесть, что наши очистные были построены в 1969 году, и последнее обновление или реконструкция было в 80-х годах, город растет, новые производства у нас появляются в городе, поэтому потребовалась и реконструкция наших очистных сооружений. И в связи с тем, что за вот этот большой промежуток времени было и новые технологии, новые оборудования, старое уже износилось, в связи с этим пришлось нам реконструировать вот эти все очистные сооружения. В рамках реконструкции вся строительная деятельность завершена. Сегодня активно ведутся пусконаладочные работы. Но сотрудники Брест-водоканала говорят, что для полного обновления станции уйдет еще около двух лет. Но одна из главных целей, пожалуй, уже выполнена. Неприятный запах в Бресте ощущается все меньше. Первичные отстойники накрыты. Вы сами можете посмотреть, что, соответственно, уменьшает запах, который идет в город. И в то же время еще, как говорится, не до конца мы избавились от него, поэтому есть к чему стремиться. Делаем все возможное, чтобы вообще этого запаха у нас в городе практически нет. Еще у нас есть дополнительные планы по технологии очистки сточных вод, поэтому у нас еще есть задумки, поэтому где-то год, два года у нас еще есть впереди. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном, важном и интересном. На текущей неделе в городе над Бугом состоялась 24-я отчетно-выборная конференция Брестского областного объединения профсоюзов. Были подведены основные итоги за прошедшие пять лет работы организации и поставлены основные цели и задачи на ближайшую пятилетку. Кроме того, был избран новый председатель областного объединения. В Брестской области за 2015-2019 годы зарегистрированы 592 новые первичные профсоюзные организации. Только в прошлом году их появилось 298, в которые входят почти 4000 человек. 185 в организациях частной формы собственности. Всего по области насчитывается 3065 первичек, в которых состоят 455 тысяч человек. А это почти 95% экономически активного населения страны. Наша Брестская областная организация объединяет в своих рядах 147 первичных организаций общей численностью более 20 тысяч человек. Задачи остаются единые. Защита интересов, законных интересов наших дружеников, которые трудятся в наших отраслях. У нас много общих проблем, поэтому у нас и у предпринимателей, и у потребной операции, и у торговли единые цели – это добиваться повышения благосостояния наших тружеников, наших работников, следить за тем, чтобы нормы трудового законодательства, отраслевого соглашения, областного соглашения, они соблюдались нанимателями, ну и улучшения и условий труда, и качества жизни. В работе конференции принял участие председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис, помощник президента, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, а также председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда. Он высказал мнение, что цены должны быть адекватны уровню зарплаты в стране. Как сказал глава государства, какие бы ни были большие зарплаты, если будет не обоснованный рост цен, то всегда зарплата будет казаться достаточно маленькой. И сегодня профсоюз на постоянной основе, ежемесячно мы смотрим цены во всех районах и городах, порядка где-то около 280 магазинов разной формы собственности, и сетевые, и шаговые доступности. И мы видим, как колебается, как меняются сегодня цены. И там, где мы видим, что есть цены, которые по нашему мнению необоснованно вырастают, тем более на продукты первой необходимости, мы, безусловно, об этом информируем и правительство, информируем об этом и министерство, которое у нас по монопольному регулированию и торговле, для того, чтобы были приняты соответствующие, упреждающие меры, потому что цены должны, если они вырастают, то они должны быть обоснованы. Защита социальных гарантий трудящихся и вопросы соблюдения трудового законодательства также находятся в поле зрения профсоюзов. Мы подводим итоги, смотрим на те планы, которые мы принимали, о которых договаривались, которые определяли, что у нас получилось. А все планы, они соприкасаются абсолютно с самыми насущными проблемами наших людей и с самыми важными вопросами, которые у нас есть сегодня на производство, в организациях. И, конечно, те, которые у нас есть вопросы, что мы их не доработали, они у нас где-то не сделаны в том качестве, которым мы определялись, мы будем обсуждать для того, что нужно сделать, чтобы мы все, о чем принимаем, те решения, о чем договариваемся, у нас на практике все выполнилось. Подводя итоги минувшего года, говорили и о статистике производственного труда. Она оказалась неутешительна – 100 человек в области погибли, 500 получили травмы. Эти цифры говорят лишь об одном – важно более ответственно подходить к технике безопасности на производстве. Также обсуждалось и активное участие профсоюзных лидеров в парламентских выборах главной политической кампании года. И это далеко не весь спектр деятельности профсоюзов. Как сообщил председатель Брестского областного объединения Александр Мурашкин, за пять лет правовые службы профсоюзов помогли вернуть работникам более полутора миллионов белорусских рублей, которые были незаконно удержаны или не выплачены нанимателями. Определяющий уровень развития общества играет человек в руках. Именно он является движущей силой экономического роста страны и ее социального развития. Анализируя прошедшие пятилетия, можно с уверенностью сказать, что работа профсоюзной фермеризации области в этот период была направлена на повышение социально-экономической защищенности работников, стабильность в обществе и сохранение трудовых коллективов. В отчетном периоде проходил процесс укрепления организационных сроков профсоюзов. Первые шаги становления и развития сделали городские и районные обвинения. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши региональные профпроактивисты способны решать и организовать выполнение настоящих передней задач. По итогам отчетно-выборной конференции был избран новый председатель Брестского областного объединения профсоюзов. Им стал Николай Шум, до этого времени возглавлявший Малорицкий райисполком. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ. В городе над Бугом состоялось торжественное открытие отделения почтовой связи номер 10 Брестского филиала «Белпочты». После реконструкции, которая проходила на протяжении нескольких лет, оно приобрело новый вид. Теперь тут можно не только воспользоваться привычными для всех услугами, но и узнать немного больше о ее истории. Здесь появился музей. Материальная и техническая база нового отделения соответствует всем требованиям времени. Благодаря инновациям, качество и удобство обслуживания здесь будет обеспечено. О необходимости реконструкции, о новом облике отделения почтовой связи расскажет Ирина Кузьмич. В обновленном отделении почтовой связи номер 10 Брестского филиала «Белпочты» после реконструкции появилось много новых возможностей. Электронная очередь, почтово-справочный терминал, информационная панель, это и многое другое позволят воспользоваться всеми необходимыми услугами максимально оперативно. В рамках модернизации здания, которая длилась на протяжении двух лет, акцент был сделан на улучшении условий обслуживания. В первую очередь мы сегодня говорим о качестве обслуживания. Это основное, на что обращалось внимание, на привлечение наших клиентов, на удобство обслуживания, на предоставление самых новых передовых услуг и технологий, ну и однозначно, конечно, на скорость обслуживания и на скорость пересылки почтовых отправлений. Благодаря своему географическому положению, отделение находится в самом сердце города, на проспекте Машерва, оно всегда имело большой спрос у жителей прилегающих улиц и не только. Ежедневно услугами почтовой связи пользовались сотни клиентов. Сотрудники обновленного отделения уверены, после масштабного преображения посетителей станет еще больше. Кстати, здесь ожидают и тех, кто пользуется услугами бизнес-почты. Сегодня мы обслуживаем более двух тысяч бизнес-клиентов, и именно отделение бизнес-почты дает возможность разделить потоки юридических и физических лиц. В данном объекте по уже заключенным договорам обслуживаются наши юридические лица, частный бизнес, наши государственные предприятия, которые имеют возможность сделать заявочку на получение своих отправлений, а также заявочку на забор корреспонденции в офисе. Не обязательно сегодня посещать объекты почтовой связи. Красиво, современно и со вкусом. Именно так выглядит обновленное отделение почтовой связи номер 10. Кроме своих непосредственных функций, здесь позаботились и об исторической составляющей. В здании открылся музей, в котором можно проследить все этапы развития почты. Со временем экспозиция может стать еще одной точкой туристического притяжения. Еще один объект, который находится в сердце города Бреста, его исторической части, он приобрел новый облик. Сперва это было внешне в прошлом году, плюс подсветка, плюс красивый фасад. А вот эту красоту, которая была внутри, ее никто не видел вообще. И для меня это с самого открытия. Такое маленькое, потому что действительно сделали классно. Восстановили старые стены, восстановили, открыли кирпич. Интерьер поменялся кардинально. И в такое здание наше, городское, приятно заходить. И приятно в нем, я надеюсь, будет проводить время всеми жителями, гостям. Кульминационным моментом открытия стало специальное гашение оригинальной марки. Живопись Петр Алексеевич Данелли, которую Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило 20-тысячным тиражом к столетию со дня рождения белорусского художника. Ирина Кузьмич, Тарат Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. В детской хореографической школе искусств имени Погодина планируется открытие балетной студии. Эта идея возникла еще накануне праздника Тысячелетия города. Ее инициатор Гедемина Старанда – знаменитый режиссер, известный как танцовщик Большого театра. Наш корреспондент Мирослава Коваренко пообщалась с директором Брестской детской школы искусств и узнала все подробности предстоящего открытия. Детская хореографическая школа искусств имени Погодина существует с 1987 года. Сегодня здесь обучается около 500 ребят от 6 до 15 лет по трем направлениям. Классический, историко-бытовой и народный сценический танец. Предложение об открытии балетной студии от Гедемина Сатаранды стало для руководства школы приятной неожиданностью. Русский имперский балет в декабре месяце прошлого года показывал свой балет «Щелкунчик». И нам было предложено поучаствовать в нем, нашим детям. Мы долго думали, потому что предложение было очень соблазнительное, очень, я считаю, достойное. Конечно, мы хотели в нем поучаствовать, но, к сожалению, предложение поступило немножко поздновато. Мы готовились к своим новогодним мероприятиям и не смогли просто физически подготовиться. Но я надеюсь, что на этом наше сотрудничество не закончится. И сейчас идут переговоры о дальнейшем нашем общении и сотрудничестве. Речь идет об участии воспитанников Брестской хореографической школы в творческих проектах знаменитого коллектива, которым руководит Гедемина Сатаранды. Подобный опыт уже есть в Давид-городке, где открыта балетная студия при местном Доме культуры. Ребята выезжают в Москву, где имеют возможность выйти на сцену в составе имперского русского балета. Такой опыт для брестских ребят станет настоящим подарком, уверена директор Елена Дронь. В первую очередь это, конечно, популяризация классического танца, для того, чтобы дети даже из глубинок видели и знали, что такое классический балет. Это первое. Во-вторых, конечно же, если взять на примере Давид-городка, дети оттуда участвуют в совместных проектах. У них есть возможность поехать в Москву, в Питер и поучаствовать совместно в спектаклях русского имперского балета. Воспитанники хореографической школы с нетерпением ждут первых занятий в балетном классе и уверены, этот опыт будет интересным, но очень тяжелым. Конечно, тяжело, потому что это должна быть сильная растяжка, должна быть сила в ногах, в руках и стойкость. Как ты думаешь, захотят ли многие ребята попробовать себя в балете? Да, конечно. Получится? Ну, я думаю, если будет сильное желание, конечно. Балет всегда был и будет востребован в любом уголке земного шара. Брещанка Полина Аксютик с детства занималась фигурным катанием и мечтала стать тренером. Но судьба приготовила ей сюрприз. На учебе в России она случайно прочла объявление о наборе в государственный балет на льду Санкт-Петербурга. С первой попытки прошла пробы и уже второй год является артисткой известного коллектива. Почему балет называется? Потому что это не как шоу, то есть где шоу, например, идет музыка такая энергичная, с текстом, постановки такие красочные. Балет – это больше классика. Все-таки у нас постоянно, практически каждый день хореография проходит, лед, репетиции по три часа в день. Больше идет акцент на классику, на классические руки. Чисто работа идет эмоциями, мимикой. Оказалось, что совместить фигурное катание и классический балет – задача для артиста не из простых, но результат того стоит. Постановки государственного балета на льду собирают аншлаги в балканских странах Израиля и России. А сегодня звезд ледового балета увидят и брещане. Полина уверена, это направление заслуживает развития в любой стране. Любое открытие какое-то интересное, это классика. Если это для детей, то дети потом могут научиться поехать куда-то в то же шоу работать, в то же за границу, очень часто популярное направление, потому что шоу много, а балета мало. То есть даже коллектив ездил в Латинскую Америку и рассказывали случаи, что знакомая нашего балетмейстера в Аргентине открыла свою школу балетную и пользуется огромной популярностью. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ. 25 января нам известно как праздник всех студентов, а еще как День памяти святой Татьяны Римской, покровительницей всех представительниц прекрасной половины, носящих это красивое имя. Среди нас девочек, девушек, женщин, Татьян достаточно много. Они мудрые руководители, талантливые наставники, педагоги, врачи. Они такие разные, и каждая наполнена особой гармонией и любовью к этому миру. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая познакомилась с этими удивительными представительницами прекрасной половины, узнала об их отношении к празднику и о том, что дало им в жизни это необычное имя с римскими корнями. Детская городская поликлиника номер один на Кижеватого – одно из крупнейших учреждений здравоохранения областного центра. Возглавляет ее вот уже много лет Татьяна Авдейчук. Татьяна Федоровна – опытный педиатр. Она прошла путь от участкового доктора до руководителя учреждения здравоохранения. Поэтому о проблемах и трудностях своих маленьких пациентов знает много. Задумываться о значении своего имени наша героиня начала уже будучи взрослым человеком. Может, она определила то, что на всем своем жизненном пути Татьяне Федоровне приходилось заниматься обустройством. А имя Татьяна переводится на русский как «устроительница». Жена военнослужащего долгие годы она обустраивала быт семьи во время многочисленных переездов. А после, вернувшись в Брест, пришла работать в поликлинику. Период ремонта учреждения пришелся на время работы Татьяны Федоровны в должности главного врача. Этот пост она успешно занимает и сегодня. Кстати, контракт о назначении много лет назад был также заключен 25 января. Никогда не пожалела, что я ни терапевт, ни невролог, ни акушер-гинеколог. Вот это так честно, дети, это настолько все честно, все так прозрачно. И дети очень чувствуют, когда ты с ними искренний и когда ты честный. И когда ты с открытым. Если ты что-то будешь... Ну, мы детишек иногда же там где-то обманываем в их пользу. Но это такая, знаете, педиатрическая такая ложь. Это направлено для хорошего. А вот наша вторая героиня миссию у строительницы нашла в другом. Татьяна Семенюк – начальник отдела ЗАГС Брестского горосполкома. С ее легкой руки жители областного центра получают новый жизненный статус – мужа и жены. Своё имя Татьяна Васильевна считает счастливым. Так ее назвала двоюродная сестра. А родители приняли это как знак свыше. Поэтому 25 января для Татьяны Семенюк – это как второй день рождения, который встречается в кругу близких и родных. Мне с ним комфортно, мне с ним удобно. И имя это мне и по душе. Сейчас я как бы могу сказать, что отмечаю два праздника, два дня рождения. Я родилась зимой в декабре. И праздничный день Татьяны тоже выпадает у нас на зимний месяц – январь. Поэтому меня даже все мои родные и родители всегда поздравляют дважды. Я как бы ощущаю себя нужной для них. И два дня рождения я отмечаю за год, получается. Есть Татьяна и среди наших коллег. Татьяна Щерба – голос одной из популярных программ на канале Бук-ТВ. Примите поздравления. Любимую жену, маму и бабушку вас, Анна Леонидовна, с 60-летним юбилеем поздравляют любящие муж, дети и внуки. Более семи лет Татьяна выходит в эфир к телезрителям, свою работу любит и уверена, самое главное – это дарит людям праздник, создавать для них такие эмоции, которые бы грели душу еще очень и очень долго. А в Татьянин день наша Татьяна всегда спешит в храм, получить благословение и очередное напутствие на добрые и светлые дела. Прослеживается, наверное, какая-то общая связь и какие-то общие черты характера, может быть, где-то волевой характер, какие-то настоятельства на своем, где-то вопреки каким-то даже обстоятельствам, но все равно идти до конца, вот это присутствует, это есть. И причем часто из моих знакомых, кто Татьяна, вот это есть черта, я это замечаю. Татьяны такие разные, но такие интересные и творческие. Их жизнь не всегда была простой, но то, что они делают, важно не только для них самих, но и для других. А в праздничный день хочется пожелать им мира, благополучия и семейного счастья, того, в чем так нуждается каждая женщина. Это были итоги недели на Абук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67. Мы вас услышим. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова